здравствуйте здравствуйте меня зовут виталий микряков надеюсь вы знаете где вы находитесь меня в аккаунте да я вышел потому что за вчера на нас подписал достаточно много новых участников поэтому вышел пообщаться возможно у вас есть какие-то вопросы там что-то хотите спросить уточнить не знаю так далее поэтому до вышел с вами поговорить здравствуйте из ирландии здравствуйте до всех рад видеть вот пока начало еще идет я расскажу еще что у нас сегодня вечером будет вебинар 10 фактов о лазерном удалении для новичков поэтому все те кто так или иначе интересуется либо думал интересоваться лазерным удалением которого кто же я всех приглашаю ссылка есть в профиле вот сейчас покажу смотрите подключились участники марафона подписались да 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 я как раз для них и дело смотрите я покажу сразу вдруг кто-то блин не получил короче вот есть у меня ссылка в профиль называется top link вот единственная стрелочка не показал заходите туда и и вот так вот открывается такая штуковина верхняя самая кнопка бесплатный вебинар 10 фактов о лазерном удалении которых не знают на очки туда нажали зарегистрировались все будет круто и приходите вот еще раз показывают top link ну знаете где ссылка у нас и хлоп там вот такая ну и там еще много всяких интересных штук тоже можете посмотреть что-нибудь интересное получить вот на всякий случай напомню потому что подписались много новых людей новых мастеров я кандидат медицинских наук вот несколько специальностей и хирург косметолог вот занимаюсь лазерным удалением которого к татуажа вот уже были страшно сказать 2008 12 лет почти скоро будет вот поработал на совершенно абсолютно разных аппаратах с разного класса уровня начиная от тех которые там чуть ли не педальный привод там грубо говоря нужно было педали крутить чтобы он работал но я шучу сейчас вот да там пика шуров то есть самых топовых лазеров поэтому имею достаточно большой опыт опыт в удалении в осложнениях так далее так далее и у меня есть тоже онлайн курс есть по удалению трога татуар причем сейчас уже два один базовый это для новичков для тех кто первый раз и вообще не знает ничего там с нуля приходит и даже те кто уже поработал им тоже очень бывает полезно они прям так как говорится находят для себя очень много всяких штук и есть повышение квалификации для тех кто уже поработал и хочет глубже заглянуть глубже разобраться в тематике вот вчера я да я участвовал вчера в марафоне в онлайн честно совершенно случайно туда попал то есть ну как мне пригласили игры ну давайте чё вот и соответственно получил конечно очень мне очень мне очень понравилось вот поэтому спасибо что подписали спасибо что смотрели вот хороший вопрос на что обратить внимание рекомендуя ту или иную клинику по удалению тату подали не лазером давайте так я конечно понимаю что на отзывы сейчас очень мало кто обращен как бы не то что мало доверия к отзывам мало но я думаю что вы меня поддержите и подтвердите что довольно как относительно легко можно различить заказные отзывы и реально натуральные отзывы вот то есть это все-таки есть и все-таки стоит посмотреть работы до после они должны быть как сказать уникальные то есть не те которые у всех на сайтах стоят и найдены в гугл картинках они должны быть нам реально результативные спасибо ну то есть они должны быть у них ну уникальный да потому что на самом деле реально сейчас воруют все у всех но в плане виду что там какая работа и так далее то есть это не удивительная штука вот ну то есть как бы топ-линк пошло время я сейчас вижу вы регистрируйтесь прям сейчас вот надя софия лилия спасибо у меня прям открыто сейчас я появляюсь круто вот и чтобы это были не не нарисованы в фотошопе фотошопе вообще легко как бы ну то есть это тоже считывается довольно легко может быть конечно это для тех кто уже работает в этой теме легко считываться но на самом деле работы отзывы это как минимум вот вот как как минимум в общем-то да можно самим сходить например в какой-нибудь центр или просто хотя бы позвонить проконсультироваться но опять же для этого например вам должна быть своя компетенция чтобы вы понимали что там вменяемые люди что-то не там отвечают ну правильно неправильно то есть так далее где может быть вчерашний марафон спасибо я даже ссылку сейчас вам не скажу вот марафон называется забыл не скажу блин сейчас попробую попробую найти марафон 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 еще нам закрытый аккаунт beauty нижнее подчеркнение permanent марафон вот вот так назывался вот так наживайте на покажу вот бьюти видите наверху beauty permanent марафон вот там вот я участвовал такой с нижним подчеркиваем можете его о супер прошли финальный тест поздравляю надеюсь вам понравилось понравился этот квест с финальными тестами до аккаунт закрытый ну там нужно подавать заявку как бы и его не я модерирую меня туда пригласили спикером поэтому как бы вот вечно этом даже до конца не знаете условия там в общем то в чем там нужно было сделать туда подписаться да здравствуйте вот так да супер я тоже да если вы не участок марафона невозможно будет посмотреть да и там я думаю что он уже наверное я тоже в четыре часа начал потому что он тоже через час он исчезнет вот но ничего страшно мы тоже проводим эфиры проводим вебинары еще раз говорю я сегодня же давайте еще пока вы видите вот я вижу что люди смотрят и давайте еще раз покажу для того чтобы сегодня поучаствовать в бинаре про лазерное удаление по для новичков нужно зайти ко мне в профиль тыкнуть на топ-линк а если ученик подписаться невозможно вот в общем тыкнуть в топ-линк потом тыкнуть на верхнюю кнопочку вот здесь да вот про вебинар и заполнить форму все автоматически вы участник сегодняшнего вебинара вечером и вечером в 7 часов вечера сколько помню мы с вами увидимся чем будем обсуждать это полезно будет для новичков потому что я расскажу такие основные факты с чем вам придется столкнуться да то есть чтобы у вас было четко представление о том куда двигаться как развиваться какие шаги нужно предпринять и так далее вот поэтому приходите будет интересно это всегда происходит нас ну блин два там три часа бывает мы ведем все зависит от ваших вопросов вот в целом контекста но часто туда ребят приходят например которые и уже прошли обучение и много раз ходили на такие вебинары и все равно приходят и что-то для себя находят очень важно интересное такое инсайтовая поэтому приходите так спасибо за человечный эфир но у меня один вопрос к вам и еще к паре спикеров что вы там делаете туда я подписалась из-за вас и еще пара спичку меня пригласили до записи вебинара будет мы разошлем тем кто зарегистрировался вот вебинар будет происходить на не в инстаграме то есть это сейчас эфир это не не в инстаграме это будет в вебинарная платформа и надеюсь что со связи у нас будет все хорошо поэтому оставляйте заявочку вот через топ-линк и вот я сейчас показывал как это сделать еще раз покажу смотрите мой аккаунт вот сюда да куда стрелочка то ссылочка да вот и там открывать кнопка верхняя кнопка бесплатный вебинар 10 фактов о лазерном удовлении которых не знают новички вот туда регистрируйтесь и приходить вот вижу что вы понимаете регистрируйтесь прямо сейчас так тем кто зарегистрируется запись будет доступна понимаю что сейчас много всякого происходит поэтому но лучше в онлайн приходить всегда веселье в онлайне когда вы там активно участвуете вопросы задаете так далее это прям прикольно вот да давай что-нибудь интересное кому что интересно спросить могу не знаю про себя немножко рассказывать что если вы недавно на меня подписались возможно вообще не знаете мне такое ощущение было честно говоря что про меня все знают ну как бы в перманентной сфере там я потому что там в свое время проездил наверно по всем возможным как называют конгрессом конференцам и так далее и вот потом уже когда я стал приезжать на какой-нибудь конгресс конференцию я просил вот не ссылка не в инсту придет она на почту вы почту указали вам на почту придет вот и когда я уже стал например приезжать я спрошу кто меня знает и там две трети там зала поднимают руки что уже как бы в курсе думаю ну наверное хватит мне ездить вот было ощущение что реально вот ну как бы знаете сейчас понимаю что далеко не все знают поэтому могу рассказать вот не на мне 36 до мне 36 лет будет в этом году 37 я с 2000 в 2006 году расскажешь про новые курсы в 2006 году закончил мед потом получил специализацию одну вторую потом был военным врачом потом работал в частной косметологической клинике потом был совладельцем клиники потом стал единоличным владельцем клиники и сейчас вот одно из моих важных направлений это онлайн школа онлайн обучение лазерному удалению тату потому что два года назад я полностью сделал это все в онлайне и до того как это стало сейчас мейнстримом и мы добились очень-очень-очень ну как бы очень хорошего качества обучения дистанционного поэтому всем всем очень ну как бы 99 процентов доставят нам очень высокий балл то есть у нас из десяти баллов 985 это вероятность нас порекомендуют другим вот к сожалению нас пиратят если к вам кто-то обратиться пишите мне мы с ними разбираться будем вот ни в коем случае не покупать потому что есть вероятность вас обманут старые какие-то обрывки обломки и так далее вам продадут в общем да ну и сами себя подставить поэтому у меня сейчас новая последняя версия самая актуальная мы и обновляем вот и у нас сейчас новые продукты выходят мы выделили я выделил отдельный курс это строение кожи вот это строение кожи для мастеров перманентного макияжа потому что я понимаю что не все будут заниматься лазерным удалением не все захотят это делать но тем не менее тот набор информации те знания которые есть у нас в курсе по лазерному удалению там есть хороший блок посвященный строению кожи тому как она себя ведет при при внесении татуажа при удалении так далее и это очень важно для понимания специалистов вчера вот на марафоне мы там небольшие кусочки оттуда разобрали я думаю что всем уже стало поле понятней и полезней один из фактов который вчера был да это например что нужно выдерживать правильную паузу между основной процедурой и коррекции вот и очень прикольно получил подтверждение от участников что у мастеров стали лучше работы когда они стали выдерживать правильный промежуток то есть это повлияло на конечный результат и это классно на самом деле да то есть я отталкивался когда это рекомендовал только от того что давайте сразу покажу вам тогда тоже чтобы не так обидно было то скажите рассказывать ой блин я сейчас пока домотаю щас столько всего умудрились да кстати спасибо за большой за репосты вчера вообще огонь просто вот вот такую штуку я вам покажу это один из слайдов который вчера был вот когда стали применять в некоторые ну мастера вот эту формулу то есть возраст человека в годах плюс 10 просто 10 и это равно сроку обновления в днях то очень много вчера узлов было что стали лучше качественнее работы ну то есть это объясняется тем что специалисты мастера стали может попасть вот стали внимательнее контакт стали видеть реальный остаток пигмента то есть когда дождались это когда полностью учащается эпидемис и стали видеть реальный остаток и тогда получалось корректировать гораздо лучше поэтому вот такие простые такие простые вещи которые завязаны именно на физиологии кожи как раз в этом курсе разбираем поэтому тоже если вы даже не с лазерами приходите хотя бы на этот небольшой курс сейчас он стоит до конца апреля скидка 20 процентов можете пройти получить электронный сертификат и ну понятно дело знания вот еще готовится к про в проекте у нас в проекте уже как бы разработана программа это пигментология пигментология это сейчас тоже найду баннер покажу вам красивенький мне нравится вот пигментология суть мне очень много задавали вопросов да есть сам задавал с такими вопросами как себя ведут пигменты из чего не состоят что в них есть и так далее так далее так далее и собственно говоря это вынудило можно даже так сказать меня создать вот такой проект такой курс потому что мне это очень интересно раз ты интересно мне значит это будет очень интересно и вам я у меня есть большое количество материалов связанных с физическими химическими составами пигментов там их поведением особенностями токсикологии так далее то есть про что будет курс курс будет про понимание и умение здравомыслить о тех вещах которые мы вносим в кожу вот все это основано только на научных фактах никаких там домыслов вымыслов и так далее как вот там тоже девочки писали мастере мастера они говорят что ну на самом деле я как лицо не заинтересованы как не продавец и не производитель пигментов то как бы мне тут цели кого-то там поливать грязью но это и принципе это мои как таковые принципы я стараюсь никого не грязью не поливать не как-то промоутировать да в общем то потому что я за то чтобы о супер спасибо большое наталья наталья я за то чтобы была информация и выводы вы будете делать абсолютно сами то есть у вас должна быть просто четкая карта местности я бы так это назвал то есть вы должны понимать из чего состоит что входит что запрещено что разрешено как себя ведет и так далее так далее после этого вы будете относиться к тому что вы там используете что вносите но я думаю совершенно по-другому поэтому всех тоже приглашаю у нас на следующей неделе будет вебинар бесплатный по тоже пигментологии каким-то таким основам начальным и предпродажи уже открыто то есть его можно сейчас приобрести все это можно приобретать в рассрочку все это у нас сейчас я всех прекрасно понимаю что там клиентов возможно нет и так далее так далее и можно сейчас наши все любые продукты все что есть в беспроцентно без первого взноса без переплаты абсолютно причем первый платеж будет через месяц только вносить и можно приобрести любой продукт поэтому тоже пишите в директ отправим вас нашим консультантам они помогут организовать то есть мы взяли все комиссии все проблемы все затраты и риски от банков это на себя то есть очень просто вы просто до 10 месяцев делите платежей это небольшой суммой в общем то потом просто безболезненно абсолютно это все выплачивать вот поэтому это тоже у нас все сейчас работает и есть поэтому можно как лазерному удалению так пигментологии приобрести вот в такую рассрочку вот я пока рассказал пока тут да пока вы тут не вопрос не задаете не вредно ли когда вазелин это тоже попадает подходит вообще вазелином честно говоря его использовали свое время честно в качестве ранозаживляющего средства на самом-то деле вот поэтому ничего в нем такого вредного нет вот не бойтесь его вот поэтому давайте чего еще вам рассказать могу я вышел в как сказать в эфир чтобы просто вы поняли кто я такой потому что реально меня вчера многие первый раз увидели да вот поэтому давайте кандидатскую диссертацию защитил в блин сейчас даже не скажу 2000 то ли двенадцатом то ли четырнадцатом в общем короче уже там приличное лет назад я честно говоря удивился недавно тоже смотрел когда и прям уже оказалось много лет назад блин она была по хирургии она к сожалению не была связана с лазерным удалением но это и не основная суть потому что основной основной суть там кандидатской диссертации в том что вы учитесь мыслить вот то есть это такой способ научиться анализировать информацию структурировать ее ну и собственно говоря после написания диссертации после подготовки этой достаточно большой большого труда это четыре года заняло вот у меня стало гораздо лучше получаться преподавать разные вещи чем вы можете после удаления вот не поверите ничем не мажу честное вам слово и вас научу ничем тематой я абсолютно сейчас серьезно говорю так я вижу что люди продолжают через топлинк тыкать и регистрироваться на вебинар я покажу тем кто еще сейчас смотрит вот давайте смотреть в топлинке есть ссылочка так вот смотрите да то есть есть ссылочка у меня в профиле клацайте на него после этого видите вот такую страничку там первая кнопочка называется бесплатный вебинар 10 фактов о лазерном удалении которых не знают новички кликнули туда зарегистрировались и вечером увидимся в 7 часов на почту вам придет оповещение потом sms заходите и общаемся будет где-то наверно часа два 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 с половиной будем общаться отвечать буду на вопросы рассказывать про то как стартовать в лазерном удалении если вы думали но не знали и впереди вас туман неизвестности потому что мы все проходили я это наблюдал по нашим слушателям и прекрасно понимаю все ваши вопросы проблемы трудности и шаги которые вам нужно будет сделать вот про это и поговорим спойлер сразу скажу на вебинаре я не буду вас учить правильно держать манипулу и вот всякое такое как бы да то есть это это не делается вот в онлайне вот именно вот в таком формате потому что серьезно и это тоже расскажу почему так о чем сегодняшний эфир я сегодня вышел сейчас в эфир но в целом это регулярная уже тема отвечать на ваши вопросы познакомиться с новыми подписчиками кто зашел сюда вот поэтому можете задавать в принципе любые вопросы постараюсь на все ответить вот мы рассказываю параллельно кто я такой чем я занимаюсь почему мне можно верить вот так есть еще топ-линк наталья зарегистрировалась спасибо в режиме онлайн отслеживаю кто куда записывается так давайте не стесняйтесь все уже устали что на карантине сидеть вопросов нет все вопросы закончили да здравствуйте вчера вопросов было прям не это самое как сказать не успевал читать че успел-то успел что называется наталья да это вы наталья до зарегистрировались . только что спасибо вы занимаетесь только удалением почему не можно верить ну давайте попробую нет занимаюсь не только удалением на самом деле я врач и мы сейчас врач косметолог это любые аппаратные методики инъекционные методики так далее но приоритет все таки как бы как показывает практика мне больше всего интересно это это удаление которого к татуажа то есть вот несмотря на то что мы там и фракционный лазер и лазерная эпиляция есть курс кстати по лазерной эпиляции в том числе и по фракционному лазеру есть но все таки все таки удаление тату это мой приоритет почему мне можно верить ну давайте так по той причине что я доктор раз я 12 лет занимаюсь лазером удалением 2 есть патент по способу удаления татуировки татуажа лазером 3 ну еще и другие патенты есть кандидатская диссертация тоже неплохо в общем то да есть лицензия на образовательные деятельности и так далее так далее то есть ну на самом деле это вот такие вот штуки которые я думаю уже достаточно при выстреле по красному картону 500 ресторон должен быть такой же пятна как по по черному 1064 не факт нет возможно нет почему потому что при прохождении длины волны при прохождении 1064 к 532 длине волны да ну то есть при походе через кристалл происходит уменьшение энергии 1 плюс возможно линзы тоже отличаются по своей оптической силе плюс прохождение сквозь кристаллу то есть отличие будет вот она обычно слабее скажите про удаление стрелок на глазах хочу дали себе старый ужасный боюсь зазрение ну праве делаете на самом деле то есть стоит удалять стрелки только с этими как называют с шильдами вот с шильдами на самом деле это будет максимально обезопасить ваше зрение от во всяких воздействий так вчера был эфир с юристом да хороший был эфир мне тоже понравился вчера как удалить цветную татуировку черный контур быстро сходит а желто-фиолетовый так далее даже фроста нет какая мощность нужно и расстояние к сожалению к сожалению неодимовый лазер если речь о нем а скорее всего речь о нем он не всесилен в плане длин волны в плане цветов поэтому иметь это в виду когда вы изначально смотрите на татуировку разговаривать с клиентом да но обсуждаете какие-то вещи то на самом деле вы просто не способны некоторые цвета убрать например там зеленый-синий длинными волн неодимового ку свеч лазера практически нереально убрать ну то есть осветлить немножко побледнее можно сделать да это связано с физическими основами следа заработок при удалении нет так почему ремуверщики хвалят себя вы себя хороший вопрос ну как бы каждый кулик свое болото хвалит это раз на каждый знает свой инструмент вот поэтому я нисколько не против ремуверщиков вот но я за то чтобы каждый инструмент использовался по показаниям и с максимальной эффективностью то есть грубо говоря если это показания для лазера например то и собственно говоря туда лезть ремувером я смысла не вижу есть лазер там бессилен и нет вариантов что ну как бы чем-то другим каким-то другими длинными волны что-то еще сделать тогда милости просим пожалуйста да то есть это тогда показано и все но это это не война что против против это грамотное сочетание грамотное совмещение в общем то методов поэтому так я думаю правильно вы выразиться так удалить стрелки на глазах были негативно какие риски даже если с шильдами а слушайте но шильдами рисков по крайней мере от лазерного удаления там будет ну как сказать мини минимум потому что они защищают как бы именно от проникновения лазерного луча вот там уже именно от установки шильд вполне вероятно да какие-то ну как говорится возможные побочные эффекты вот мы удаляем если удаляем то только стрелку выходящую за край глаза которые можно скажем так оттянуть на безопасное расстояние сейчас много пигментов на основе желтого и зеленого брови удаляться до этих цветов как быть дальше ну вот например сейчас буквально сегодня видел работу хорошего олег крышков на пикашуре работает он зеленые брови прекрасно убрал которые люди там несколько лет пытались удалить на неодиме ничего них не получалось соответствующая длина волны соответствующий лазер это же вполне себе нормальный метод интересный вопрос немного не по теме интересная тема рогового слоя пиаш известно что не изучено сегодняшний день спор опять жирной сухой кожи не утихают среди бьюти мастеров что вы слушаете хорошая тема я враговой слой не погружался но у меня точно я знаю попадалась на глаза статья и она отложена как говорится на потом почитать конкретно про роговой слой и там чтоб не соврать там страниц 20 прям про роговой слой там вот про все что хочешь в общем-то именно вот прям про него я думаю что мы эта тема за затронута просто она сейчас как бы для меня не является приоритетной да поэтому я как бы в нее не погружался но материальчик то есть вот например насильно травмированы ранее кожи почему не работает и следа за хороший вопрос почему не работаем следа за я всегда своей работе атталкиваюсь от но как бы научных работ которые показывают он до эффективность не эффективность какого-то метода там доказывают его ну то есть каким-то образом демонстрирует его ну таким образом вот видимо мне просто не встречались как говорится методики который бы обосновывали применение поэтому и дай ну меня следа за на самом деле есть счет уже функция за меня есть не очень хороший приятный вот это личный Вот, поэтому я очень скептически, ну просто с опаской отношусь к этим препаратам. Компания Свискола разрабатывает новые пигменты, наночастицы которых имеют не куба и шарообразную форму, а форму объемной звезды. Не происходит дальнейшего затруднения, в отличие от остальных. Отличное затруднение. Затруднение с чем? А, или заглубление, может быть, вы имеете, может там что-то, 9 вам помог, нет? Значит, что-нибудь об этом пока нет. То есть, объективной, ну какой-то такой информации на этот счет не имею. Вот от вас сейчас услышал там по поводу куба, шара и звездообразной формы. Вот. Если есть какой-то, ну конкретно интересный материал на эту тему, то скидывайте, посмотрю обязательно. Вот, где взять? Ну где-то у меня на компьютере. Вот, сейчас даже исхода не найду. Знаете, есть всегда такая папка где-нибудь, да, попозже почитаю называется. И там все скапливается. Потом, если повезет, то все-таки доходят руки. Если нет, то удаляется всей папкой потом. Если через там год, полтора, два, не так и не дошли руки. Вот. Ну интересно, интересно, потому что к пигментологии, как бы мы сейчас, ну вот я буду приступать. Сейчас повышение квалификации проведу, отработаем материал, да. Пигментология, ну тоже, тоже очень интересно, материала много. Будем пихать это все, как бы как-то укомплектовать это все. Возможно ли удалить позеленевшие брови? Возможно применять скинтон. Ну вот, я же говорю, буквально сегодня смотрел работу классную. Работу классную у Олега Рыжкова. Вот у него пикошур в Краснодаре. И прям вообще, очень наглядно, очень ярко, прям хорошо. Ну, соответственно, удаляют. Да, про новый метод расскажу. Вот, как справляться с желтыми бровями. Вы знаете, с желтыми бровями это не гарантировано, чтобы справиться. То есть, как бы, вот сказать, что есть гарантированный способ, наверное, нет. То есть, отдельные кейсы есть, там, допустим, да, сообщают ребята. Вот, но я думаю, что там есть еще над чем поработать. Поэтому сказать, что есть четкий способ, как убить желтый, то, наверное, пока еще нет. Вот прям четкий рецепт, раз, два, три, вот с такой вероятностью вы удалите желтый, например. Да, то есть, отдельные спорадические какие-то кейсы появляются. Это уже прикольно, возможно, появится уже, ну, такая методика. Мой метод, например, который мы использовали, да, который мы запатентовали, он больше, не то, что больше, он рассчитан на черный. Вот, и там как раз, как раз, вот, интерес в высокой мощности, в разнесении точек воздействия, и там есть свои плюсы. Вот. Как найти, кто работает на Пикошур в Краснодаре, не расслышал? Ну, напишите мне тогда, будьте добреньки тогда. Я вот сейчас просто тоже сходу вам не напишу. Вот, если мне в директ напишите, то напомните, что нужен Краснодар, Пикошур. Ну, скинем вам аккаунт. Ну, или Олег Рыжков можете написать, может, найдете. Вот, главное, на подделке Пикошуров не нарывайтесь, потому что они тоже есть. Да, классно. На всякий случай еще покажу, пока все замолчали, никто ничего не пишет. У меня в профиле есть ссылка, топ-линк, вот. Туда нажимаете на ссылочку, открывается вот такая страничка, сверху есть ссылочка на бесплатный вебинар. 10 фактов о лазерном удалении, которых не знают новички, и которые, ну, вообще нужны новичкам. Поэтому приходите, все, кто думал заняться лазерным удалением, это самое то. Сегодня в 7 вечера будем проходить. Кто зарегистрируется, потом получит запись на свою почту. Так, не подскажете ли, чем александритовский отличается от Элоса лазер-теч? Хороший вопрос. Я могу вам, в принципе, рассказать, чем различается александрит от Элоса. Не конкретно лазер-теч. То есть, это, принципиально, две разные технологии, вот. Потому что александрит, это, ну, чаще всего достаточно дорогие аппараты. То есть, сказать, чтобы я где-то видел дешевый александритовый лазер, наверное, нет. То есть, в среднем, там, не знаю, александритовый лазер, это несколько миллионов рублей. Вот, Элос, это такая патентованная технология фирмы Синерон. Ее там тоже пытаются копировать, как-то там что-то подделывают, там, да, Елайт называют, по-всякому, по-разному. Но это все-таки, чаще всего, фотоэпилятор, совмещенный с электромагнитной волной, с РФ-частотой. Вот. Поэтому, грубо говоря, Элос и александрит, это просто разные вещи. То есть, александрит, это твердотельный лазер. Это длина волны 755. Это достаточно, ну, мощное воздействие, хорошее поглощение по меланину. Эффективен, имеет ограничения. Ну, то есть, там про александрит можно довольно много рассказать. И про технологии, которые сейчас появляются. Потому что появляются и в динамике можно работать, и уже ограничений по цвету кожи. Гораздо меньше стало, чем раньше на ранних александритовых лазерах. Элос-технология, ну, я думаю, что она еще будет долго существовать, еще долго будет востребована. Но она, ну, все-таки такой, уже, нельзя сказать, устаревшая. Это вот один из этапов развития световых воздействий на волосы. Вот, в целом, очень хорошее и то, и то. Вопрос бюджета. Александрит, скорее всего, будет гораздо дороже. Элос будет дешевле. Но и там, и там, и плюсы, и минусы есть. Ну, вот, кратко так. Вот, если они одинаково стоят, то, скорее всего, там, ну, не александрит, скорее всего. Возможно, что-то путаете. Так, про вашу методику удаления тату. Расскажите. Фух. Ну, кратко. Работаем на стационарных мощных лазерах. Очень высокой плотностью энергии на некотором расстоянии друг от друга. Патент есть в открытом доступе, можно его поискать. У меня был пост с номером патента, посмотреть по ленте. Я просто сейчас на скипку не вспомню его номер. Вот. И суть. Мы очень высокой плотностью энергии, очень хорошим качеством пучка на некотором расстоянии друг от друга делаем отдельные мощные вспышки. Все это приводит к тому, что в этих местах вплоть до тотального исчезновения пигмента с одного удара, что называется, получается. Вот. Это позволяет сократить сроки удаления тату. И повысить безопасность. Это если вот прям совсем коротко. Но я на базовом курсе, честно, я вас, ну, кто приходит на базовый курс, главная задача на базовом это научить вас не вредить людям. Вот. Прежде всего. Самое первое, что нужно понять, это как вы можете избежать всех возможных осложнений и проблем. Это самое главное, чему нужно научиться. Вот. Все остальное уже дальше, ну, дальше и с опытом, и на повышение квалификации. Сейчас вот мы, например, взрываем мозг тем, кто уже поработал хорошенечко, кто уже прям вопросов поднакопил. Вот. И вот как бы мы, когда во вторник, получается, встречались, в пятницу сейчас будем, да? Вот. И уже не, ну, как бы разбираем то, что было на базовом, но на гораздо более глубоком уровне, на более таком мозгодробительном, я бы так это назвал. Вот. Надеюсь, нравится. Мне это тоже, мне это очень нравится, потому что там возникает понимание совершенно другое. То есть, не просто взял сюда, нажал сюда, так сделай и все. Вот. А уже глубокий уровень. Ваша методика применима для цветных тату. Слушайте, мне, кстати, показывали. Вот. Показывали на фиолетовом цвете, точно. Я смотрел, то есть, как бы, но это вопрос весьма спорный, потому что он подходит, вот методика, она все-таки больше для именно черного цвета, из-за специфики пигмент. Опять же, почему в пигментологию пришлось полезть и в пигменты. Вот, видите, Руслан. В пигментологию почему пришлось полезть, потому что разные пигменты ведут себя по-разному под воздействием лазера. То есть, нельзя сказать, что они все одинаковые, просто цветом отличаются. Не так это работает. Вот. И черный пигмент, там, да, вот тот же самый Carbon Black, это отдельная специфическая, ну вот, специфическая частица, которая вот рассматривается вот отдельно от любых других пигментов, в том числе. То есть, они все между собой по-разному рассматриваются. Поэтому вот к цветным, наверное, напрямую нет. Смотрела в YouTube класс, но рук по кожи, хотел присмотреть, не нашла. Наверное, убрали. Вот, забываться, хочется еще глянуть, спасибо. Ну, что могу сказать? Не знаю, наверное, убрали. Ну, потому что мы старые, там, всякие, то, что мне там не нравится, когда-то там, да, потихоньку убираем. Да, у Олег. Все понятно, вроде не взорвался. Ну, круто же, что? Куда девается пигмент, если его макрофаги удаляют? Нет, на самом деле, все гораздо интереснее. То есть, макрофага, теория, по-моему, ну, описания, то, что это только макрофаги, это лишь часть эффектов. Вот, потому что только макрофагами, например, нельзя объяснить исчезновение пигмента. Я думаю, что он даже вырос, ну, как бы, Руслан, виделишь, да, и у Мити работы, и там, у меня, и еще там, у ребят, да, кто пробовал, что от очень мощного удара лазером, да, ну, то есть прям аккуратного, сильно, но аккуратно, пигмент реально исчезает. И это никак не объяснить, то, что макрофаги быстренько пришли и все сожрали. Не так это работает. Поэтому там целая такой пачка механизмов, которые одновременно работают. Из них разрушение на частицы и макрофаги, это самый простой, самый, ну, удобоваримый, объяснимый, в общем-то. Вот, и он больше работает, вот, как раз ближе к компактным лазерам, там, ну, грубо говоря, на пике секунд там еще добавляются механизмы, которые еще, там, ну, сложнее действуют, еще, как бы, добавляют пикантности всей ситуации. Вот, поэтому тут вот как раз сие на повышение квалификации мы и обсуждаем. Ну, это нисколько там, не это, ну, просто сейчас, как сказать, здесь, ну, в основном все-таки вот здесь смотрят, как бы, те, кто, ну, новенькие, да, кто подписался недавно, там, и так далее, и, как бы, сейчас здесь не стоит. Как рука? Это у Мити может спросить, я думаю, там все нормально, потому что локальный, когда удар, там, я думаю, все хорошо восстановилось, потому что не очень большая площадь, это если бы там сплошняком так шарахали, то было бы, конечно. Чем дальше влез, тем интереснее, да, абсолютно верно, Руслан, я, мне, например, очень интересно, ребятам, кто был, тоже, я думаю, ну, как бы, прям, ну, по-другому, правда, по-другому смотреть начинаете. Ладно, я пока напомню, и старенький, ну, да, и старенький. Пока напомню, сегодня будет вечером у нас вебинар для новичков, как в него попасть, очень просто, можете даже в директ мне написать, просто ссылку скинем, в топлинке, кликайте на ссылочку, оп, потом переходите вот на такую страничку, там есть бесплатный, кнопка бесплатный вебинар, 10 фактов, и, собственно говоря, тыкайте, регистрируйтесь, вот, даже если у вас не получится посмотреть, то потом придет вам ссылочка, можете для себя, ну, пересмотреть потом. Но лучше приходите в эфир, по той простой причине, что это всегда веселее и интереснее. Те, кто ходил на мои вебинары, знают, что у нас всегда весело, и там 2-3 часа, возможно, поймать себе интересных инсайтов, в общем-то, да, по-другому посмотрите на лазерное удаление, на то, как вы себе это представляли, что вы себе думали, в общем-то, да, и пообщаемся, поотвечая на ваши вопросы. Кстати, да, будут подарки, между прочим, то есть подарки есть даже и за регистрацию, вот, и есть подарок еще тем, кто будет до конца вебинара, поэтому милости прошу, вот, заходите. Ну, давайте еще вопрос немножко, там, минут 10-15 еще, оп, и пойду дальше готовиться. Я вообще, когда, ну, допустим, какие-то вебинары веду и так далее, то есть на самом деле это такое, такое мероприятие, что там приходится готовиться, вот. И я зачастую благодарен, то есть, когда приходится готовиться, очень многое, как бы, так структурируешь сам, делаешь, изготавливаешь, то есть, ну, прям заставляет создавать. Вот, да, подарок будет, все правильно, подарок уже и при регистрации, и после, поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылке, я уже много раз показал ее здесь в эфире, если вы смотрите в записи, еще сутки будет висеть эфир в записи, и в форуме еще можно будет зарегистрироваться, кто там не успел, опоздал, чтобы не плакали, сможете еще потом в записи посмотреть. Вот, да. Давайте еще, вот сейчас Анна только что зарегистрировалась, круто, вижу, прям по моей инструкции. Да, подарок нет. Нет, не pdf, как вы привыкли уже, pdf вам всем раздать, то раздай. Ну что, давайте что-нибудь интересное, что-нибудь спросить. Вот еще Марина, Тати, всех рад приветствовать, регистрируйтесь, я вас вижу. Тут здесь в чате молчат, потом хлоп, и пошли. Сейчас ждем, еще должны у нас эти, не знаю, появиться мои гифки в стикерах, надеюсь, получится у нас. Мне кажется, реально, что-то все, по-моему, на самоизоляции подустали. Подустали вопросы задавать уже, лень. Вот. В чем разница пикосекундного лазера? Это из вопросов, так что, как говорится, это вы, чтобы разговор поддержать. Да, вижу еще, сейчас вот Карина зарегистрировалась, спасибо. Пикосекундного лазера и чего? И наносекундный? Ну, скорее всего. Вот, Ева, вижу, спасибо. Не всегда. Хоть что-то. Нет, на самом деле, я еще раз говорю, вот пикосекундный лазер и длина волны, это вещи не связаны. Пикосекундный – это характеристика длительности импульса. Вот. А пикосекундный может быть как неодимовый, так и александритовый лазер. Но это вот основные модели, которые сейчас есть, поэтому пикосекунда – это длительность в тысячу раз короче, чем наносекунда. Но по факту коммерческие лазеры, которые сейчас есть, которые называются пикосекундными, они являются, ну вот если красиво назвать, субнанносекунд. То есть вот как бы субнанносекундный – это значит, что это не единицы пикосекунд или десятки пикосекунд, а это сотни. То есть самые короткие там 350, 350, 450 пикосекунд. То есть если перевести их в наносекунды, то это 0,35, 0,45, 0,65 есть еще. То есть это вот как бы доли наносекунды. Вот. Ну как бы истинно пикосекундный лазер, они есть в лабораториях, ну то есть как бы в таких, в исследовательских целях их там действительно можно получить и 3 пикосекунды, и 10, и там 35. Но коммерческий доступ, то есть который реально можно пойти и купить, вот, да, там тот же самый, там, Пикашур, Пикауэйтон, Кутерен Лайтон, Пика Плюс и так далее. То есть у них у всех диапазон где-то 300, 400, 500, 600 пикосекунд. Вот. То есть это сотни пикосекунд. Поэтому их, ну, можно назвать субнанносекунд. Ну и даже это уже хорошо. О, здравствуйте, Виктория. Вот. Разница в том, что сокращение длительности импульса вызывает колоссальнейший рост пиковой мощности. Вот. Пиковой мощности. Да, мы хорошо, спасибо, Виктория. Я сегодня вышел, отвечаю просто на вопросы, общаюсь с аудиторией, потому что вот как бы много новых людей добавилось. Вот. Рассказываю, что у меня сегодня вебинар будет в 7 вечера, чтобы приходили, регистрировались. Вот. На эту тему сейчас расскажу, как это сделать. В Топлинк, в мой аккаунт заходим, там ссылочка, тыкаем на нее. Наверху кнопочка, заполняем данные и участвуем в вебинаре. Вот. Для новичков 10 фактов лазерного удаления, которых не знают новички. Вот. Приходите, вечером все мы увидимся, запись будет разуслана тем, кто зарегистрируется. Про пикосекунды поехали дальше. Дальше. Если смотреть в глобальном смысле, то есть принципиальное даже отличие в эффектах между нано- и пикосекундными лазерами. И здесь я бы хотел сказать, что они не враги друг другу. То есть нельзя сказать, что когда у вас появляется пикосекундный лазер, говорить, что фу, наносекундный это там вообще отстой, там и вообще. Нет. Так не стоит говорить, потому что на разных этапах воздействия необходимы разные подходы. Вот. И... Я потом расскажу, Виктория. Вот. И наносекундный это предпочтительно, ну получается, преимущественно это термо. То есть такой фототермический эффект. А именно уже пикосекунды это больше фотоакустический, то есть там уже больше ударные волны играют роль. Поэтому очень близко, но переход этот есть. И на самом деле по идеальным параметрам будет очень круто, когда появятся лазеры, которые смогут в пределах от 10 до 100 пикосекунд создавать импульс. Уже близко. То есть уже на самом деле есть там 350, то есть вот от 10 до 100. О, Виктор, приветствую. Виктор, с днём рождения. Вот. У Вити Галушина сегодня день рождения, поэтому можно его поздравить. Вот. От 10 до 100 пикосекунд будет вот прям самый тот огонь. Самое то, что нужно для удаления тату. По последним данным вроде как меньше пикосекунд пока что не интересно вроде как для технологий. Но посмотрим, что дальше будет. Возможно, что-то проявится. Вот. Пикосекунды позволяют работать с гораздо меньшей энергией. То есть меньше создавать энергию, меньше посылать её в ткани. И за счёт вот этого сокращения времени как раз получаем колоссальный всплеск и колоссальную ударную мощь. Поэтому, ну, пикосекундный лазер это, как бы сказать, это виток эволюции. Очень мощный, очень хороший, очень интересный. Для удаления татуировок и удаления искусственного пигмента. Поэтому вот я вижу этот апплинг. Зарегистрируйся Яна, Гольчихра, Юлия и Оксана. Спасибо. Да. Вот. Это если коротко. По поводу карбонового геля. Честно, у меня мнение, что там ничего особо нет. То есть он просто чёрный. И всё. Это всё потому, что он чёрный. Вот. Каких-то там волшебных компонентов вряд ли. Для того, чтобы отправлять клиентов на удаление, на что мне как мастеру нужно ориентироваться. Очень хороший вопрос. Правда. Ну, ознакомиться с оборудованием. То есть какое оборудование. Класс оборудования. То есть это компактный, стационарный, компактный. То какой компактный, например. То есть там тоже есть несколько ценовых категорий по качеству. То есть чем, в принципе, дороже лазер, тем уже лучше. Раз. Второе. Познакомиться со специалистом. Вот. Оптимально. Как бы, ну, правда мне сейчас трудно сказать, что там отправить в клинику это вот стопроцентная гарантия. К сожалению, не всегда. К сожалению, не всегда. Есть даже сетевые клиники, в которых реально отвратительнейшие отзывы и результаты. Вот. Ну, к сожалению. Хотя при этом оборудование стоит хорошее. И вроде как врачи работают. Но такое бывает. Поэтому я бы рекомендовал ознакомиться с работами и отзывами. То есть посмотреть, чтобы это были реальные работы. Не сфотошопленные, не стыренные. Там где-то там, как это, в гугл картинках, которые есть на всех сайтах. Там, и это там, что там, цветочек там этот вечный. И так далее. То есть, ну, реально, которые первые там в гугле выпадают, их ставят там. Вот наши результаты. И так далее. Чтобы это были реальные, ну, по-настоящему местные результаты, да, достигнутые конкретным специалистам на конкретном оборудовании. Потому что, к сожалению, фейки, подделки, они прямо... Вот. Ну, есть люди, которые не пренебрегают. Ну, то есть, не... Как это? Не... Слово-то, господи, подбирать-то надо сейчас научиться. Не брезгуют. Вот. Не брезгуют стырить картиночку, обрезать копирайты там или что-нибудь еще и все. И даже иногда бывает прям с водяными знаками. Вот. А-а-а, пофигу, все равно. Вот. Ставят, и это наши результаты и тому подобное. Поэтому пообщаться с специалистом, но опять же, пообщаться с специалистом, вам по-хорошему нужно саму что-то знать. К сожалению. Ну, то есть, чтобы понять адекватно, человек рассказывает адекватно ли, понимает, нужно самому понимать. Это как в любом другом деле. Там, да, ну, вам не получится проверить, если вы сами не соображаете в этом. Вот. Ну, из таких простых эффектов, ну, из простых каких-то вопросов, да, нужно ли как-нибудь будет ухаживать за кожей после удаления. Если вам начнут говорить рецепты, что нужно будет мазать, ходить с повязкой там и так далее и тому подобное, будут корки, раны, ожоги, волдыри, то это сразу должно вас немножко насторожить. Вот. То есть, в хороших, ну, как бы, в нормальной ситуации практически никакого ухода, никаких храневых поверхностей не будет и этого всего не нужно делать. Поэтому, ну, вот, сразу можно в лоб задать вопрос, раны, кровь будет там, ожоги, волдыри, корки? И скажут, да, будет. Вот лучше так вот, лучше туда сразу не ходить. Вот. Но сейчас, опять же, очень много тоже пишут, что без всего, без ран, без крови, ну, как бы списывают друг у друга, к сожалению. Вот. Поэтому лучше всё-таки, ну, как-то отследить реальные результаты. Ну, вот. Но это трудно сделать. Да. Да, чё смеетесь, у меня, правда, обучались люди, которые даже себе просто татуировки удаляли, чтобы просто понять, как им подобрать специалиста, как им выбрать себе, там, ну, клинику, место и так далее. Ну, приходилось им даже обучение проходить, чтобы разобраться в теме. Такое тоже было. Не часто, но есть. Вот. Так. Тин-ты-рэ-рэн. Тин-ты-рэ-рэн. Ну, чё? Через рубцы на тату возможно добраться до тату или лучше сначала шлифовка требуется? Рубцы осложняют дело. Сам, ну, на самом деле. О, боже. Что-то сразу, оп, оп, понеслось, понеслось. То есть, это изначально будет гораздо, ну, как бы, сложнее. То есть, можете воспользоваться. У меня на сайте есть так называемый, там, Kirby Design, онлайн-калькулятор прямо. И там есть один из пунктов. Это реально состояние кожи. Так вот, чем больше у вас рубцов, чем более изменена кожа, тем большее количество сеансов потребуется. Поэтому теоретически это возможно, практически это осложняет задачу. Клин сказал по условиям удаления, что в течение двух недель кололось сердце. Макс процветлась, я до этого жалко на сердце не послушайте. Ну, на самом деле, это, как бы, очень, очень вряд ли. Я всегда здесь могу сказать такую фразу, хорошую услышал кто-то, кто-то, кто-то писал. Это после, но не из-за. Вот. После, но не из-за. Ну, то есть, по времени совпало, но причинно-следственной связи здесь нет, объективно. Поэтому, конечно, нужно протестировать специалиста. Короче, лазеречка, он сразу ориентируется. И он сразу ориентирует до кратно, десятикратного визита. Видите, ты немножко не поняла? Ну, ладно. Нужно удалить перманент брови. Как же всё-таки найти хорошего специалиста? Отёк несколько дней после удаления. Вполне может быть. Не смогу сказать, что это стопроцентная норма, но может быть. Слушайте, вот простой есть в этот самый. Спросите, где учился. Вот. Если учился у меня, то вероятность гораздо выше. Вот. Что будет вменяемый человек. У меня серьёзно, мне так обращаются тоже. Говорят, а есть ваши, говорит, там кто-нибудь слушатель, там в таком-то городе, как бы там, куда пойти? И нормально. За остальных отвечать не могу, честно. Это, правда, это безбахвальство. Ну, вот. Вероятность гораздо выше будет. Что вы уйдёте с целой кожей, и всё будет там более-менее так, ну, нормально. Вуфе, Руслан, ваш выход. Да-да-да, вот здесь у нас даже вот, где вот здесь? Руслан, Руслан, Руслан. Сейчас напишет, наверное, в комментарии, если он здесь ещё остался. Тату лазер Уфа, вот. Милости просим. В Уфе я вот, видите, в Киеве, не знаю, в Киеве здесь сейчас, на вскидку не вспомню. Обязательно кто-то есть. Обязательно. Вот, видите, клиентов тут передаём по внутренней связи. Так, ладно, друзья, мы ещё раз напоследок покажу, кто ещё смотрит. Если вдруг вы смотрите записи, пропустили, и теперь переживаете, что вы там не успели куда-нибудь на вебинар, вот, то по ссылке в профиле висит топлинк, там есть вот такая страничка, там на ней есть кнопочка «Бесплатный вебинар». Зашли, зарегистрировались, получили сразу маленький бонус. Вот, пришли на вебинар, если не смогли, то получите ещё, как это сказать, запись этого вебинара. Поэтому регистрируйтесь. Вот сейчас Элла зарегистрировалась, спасибо. Довольно много зарегистрировалась, кстати говоря, за мой эфир. Вот, поэтому приходите, обсудим ещё сегодня в 7 вечера, так что давайте до встречи. Так, ну всё, на этом пока, наверное, всё. Мы из Киева, только после карантина. О, видите, как нашлись. Ладно, повешу пока, вот, ещё обменяйтесь контактами. Знаете, это будем сейчас вечер встреч устраивать, клиенты со специалистами. Вот. Хорошо. Да, да, пишите в директ. Всё в директ, мы уже второй день разгребаем, поэтому... Да, приходите сегодня на вебинар, вот, ну или смотрите в записи. Всё, давайте. Пока-пока, всем удачи. Всё. Тун, тун!